Вот это кайф ехать вот по такой заснеженным сугробам и кайфуешь, едешь кайфуешь, реально чистишь снег. Всем привет! Компания Каттервилл выпустила новую колясочку модифицированную Каттервилл 4ВД. Главное ее отличие от обычной Каттервилл GTS 5 тем, что у нее стоят 4ВД колеса, то есть каждое колесо ведущее и передние колеса хоть и не поворотные, но они видовые. Благодаря чему? Опачки! Увеличилась проходимость коляски. Как вы сейчас видите, выпал хороший снег, но она, блин, едет и продолжает ехать, что мы сейчас вам и продемонстрируем. По сугробам, пожалуйста, едет передом, также едет и задом. И также она на месте разворачивается спокойно, хотя под снегом, как вы видите, скользкая поверхность. Итак, мы сейчас проведем ряд тестов, попробуем засадить коляску, загнать ее на заснеженный пандус, по заснеженным ступенькам, лесенкам, в хорошие сугробы. Я думаю, мы ее все равно куда-нибудь загоним, так что она встрянет по полной. И протестируем, и сейчас посмотрим, как себя ведет коляска Каттервиль 4ВД в зимних холодных условиях, причем на заснеженных условиях. Кайф конкретный от езды. Получаешь, когда едешь по сугробам, когда спереди тебя реально можно хоть лопату делать, чтобы чистить. Реально чистишь снег. Смотрите, сколько спереди набирается снега. А ты спокойно едешь. Можно рисовать восьмерки и круги. Итак, мы сейчас еще попробуем заехать на горку. Развернуться. Все-таки плитка себе дает знать. Ну, развернулись. Плитка, как вы видите, скользкая. Но мы развернулись. Теперь пойдем вниз. А, кайф. Вау. И пошли. Как видите, в сугробах, ну, не совсем больших, но она все-таки хорошо себя чувствует и ведет. Ну что, поехали на лестницу. Пошли. На месте поворот. И кайфуем. Едем и кайфуем. Причем, едем и не боимся остановиться. Надо остановиться. Остановились. И дальше поехали. То есть, не буксуют на месте. С места страгивается даже по сугробам. И прием, прием, прием. Сейчас, что, самое интересное. Залезть на лесенку. Если что, здесь лестница. Да. Я надеюсь, Ивану не придется меня ловить. А прохладно и руки замерзают. Сейчас мы на попре. Ага. Спускайся тогда, поднимайся на пандус. И надо распуститься. Это, конечно, неожиданно. Тут, да, проклевываются даже ступеньки. Целые. Но они... Да, здесь лед. Прям на них, конечно. Так. Пробуем спуск. по заснеженным заснеженным заледеневшим ступенькам спуск прошел попробуем по подъем по проторе на дорожке хотя в леденелые но все равно взошли вот так вот так как то так народ это реально круто смотрите блин проезжаю вообще по таким сугроби чем блин это круть пытаемся на месте сейчас повернуться по сугробу реально повернули поехали дальше эта вещь все-таки одна лошадиная сила дает о себе знать поворачиваемся теперь задним ходом подъезжаем бордюру сильно подъехали близко опускаем функцию ступенька хода чтоб подняться на бордюр переходим на колеса будем дальше ее бить засаживать поехали задним 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 ну теперь заснеженный пантус снизу скользкая плитка опачки вот опять же маленькая площадочка о чем я и говорил опана и поехали и так пробуем короче мы загнать ее в сугробик а под сугробиком скользкая поверхность даем ее так неинтересно она идет о блин снег чистить можно а так даем назад из раскачки я думаю кучку лучше эту я хотел бы ее засадить так посмотрим скорость причем с раскачки так погоди а мы закопались перестраиваемся на гусеницы вот преимущество еще сел закопался перешел на гусеницы ну как видите там не видно да ну там лед под низом полный лед мы вышли вышли с этого сугроба переходим опять на колеса и лучше мы объедем эту кучку и поедем новую собирать а блин видите у нас в бордюрах а я думаю что она тогда здесь все равно так ладно мы это же вездеход попробуем по вездеход скачать да попробуем и даже вездеход не я сдавай назад все таки лед видать о себе дает меня тут это да ладно почти да ну ничего себе ничего себе ну теперь я думаю можно спокойно перейти на колеса думаешь пока снег не раз не сойдет вот вам условия зимнего режима теперь как бы она оправдывает свой вездеход свое название выдовая пробуем и пошли обалдеть подводя итоги скажем испытания коляски каттервиль 4 в д в зимних условиях что можно сказать проходимость у нее конечно увеличилась намного благодаря своей короткой базе которая составляет по ширине 66 сантиметров по длине без подножек восемьдесят шесть сантиметров а вместе с подножками метр десять то есть то 10 сантиметров благодаря чему она разворачивается в узких на узких площадках то есть маневренность увеличилась опять таки в разы что хорошо в помещениях в каких-то она будет спокойно себя вести я честно сказать когда на нее садился не ожидал такого результата на своих колясках сколько я уже ездил и менял коляса кучу вот здесь где я сейчас ездил я бы даже не рискнул туда сунуться это супер я вам серьезно говорю проходимость отличнейшая а следующем обзоре мы покажем эту коляску как она передвигается в помещении то есть в узких пространствах развороты повороты как она маневренность по помещению что тоже я вам говорю будет огромным плюсом